всем доброй ночи и так друзья мои наша полюбившаяся рубрика вопросы ведьме перед вами мои духовные покровители единороги единорог символ водолея мифический конь который по разным данным по разным версиям существовал в древние времена потом исчез или перешел в духовный план было время когда люди были ближе к богам есть древняя книга ариев который была написана клинописью а потом его переписали когда появились армянские письмена более 1600 лет назад ее переписали тайком хранили потому что христианская церковь была против этого села она пыталась уничтожить все народные поверья и начали постепенно опубликовывать при советской власти что самое интересное не именно времена атеизма и прочее нет просто уже преследования прекратились и вот эти книги начали опубликовывать сказания о древних сказания о богах там несколько из нескольких книг состоит одна из этих книг у меня есть эта книга старше меня я один раз дала почитать одной умной женщине пришла увидела как его дети там на этой книге рисует я ее берегла как зеницу ока мне чуть инфаркт не случился а уж тем более на ее спокойно ответ мол ну что здесь такое ну книга же и после этого я зареглаз всяким невеждам давать книги я ее привела в порядок и она у меня есть до сих пор и там вот похожие слова в начале боги жили среди людей и боги были едины с людьми и люди называли себя детьми богов и когда начинаешь читать и там есть предание о мировом потопе только того человека звали ксиуд и у него было трое сыновей ониной ты понимаешь что библия всецело переписана из более древних источников но самое главное задумайтесь над словами вначале боги жили среди людей и люди были ближе к богам и боги называли их своими детьми теперь библию вспоминаем вначале было слово и слово было у бога и слово было богом оттуда тоже взят именно язычество язычниками почему христиане назвали язычниками сами то они себя не назвали не язычниками не как-то по-другому они просто были люди которые поклоняли своим богам язык у них был могущественный сильный они боялись их заклинание они боялись их слова поэтому их так и назвали что они сильны на язык то есть их язык силен язычники в армянском языке это слово звучит это нос если перевести примерно так звучит тот кто соблюдает обычаи отцов соблюдатели обычаи отцов вот в русском чернокнижье которое на самом деле конечно имеет древние корни но вот современная чернокнижья она зародилась в 90-е годы это смесь всяких там направлении перемешали там бесов и чертей поэтому получилось такое искаженное понимание как будто бы вся магия какой-то бесопоклонства черти поклонства хотя это не так черницы их называли потом их начали называть до чернокнижники но они очень сильно отличаются от того чернокнижья которые сейчас преподносится я об этом снимала и говорил чернокнижья и соборное колдовство можете открыть посмотреть как она зародилась это действительно продукт 90-х основаны на древних заклинаниях перемешана там все добавлено вот эти бесы черти то есть знаете краски сгущаются и вот получается какое-то направление магии так вот они тоже пращуры значит не ломавшие веру отцов те которые сопротивлялись до последнего и хранили традиции обычаи можно сказать что вот именно армянское определение язычник тоже подходит под это понимание небольшое вступительное слово насчет того что почему мы говорим что те же вишапы которые существовали на земле а потом ушли в духовный план и тот же самый единорог все что нам преподносилось как миф легенда сказка на самом деле имела реальную почву под собой просто мир меняется мир менялся понимаете каждый век отправлял сюда на землю те души которые этот век заслуживал например эпоха возрождения мы говорим вот туши приходили великих художников рождались великие художники великие скульпторы потом мы говорим золотой век там русской поэзии серебряный век русской поэзии так далее значит не только русской поэзии вообще поэзии приходили на землю и рождались души которые должны были дать миру вот таких гениальных людей впрочем об этом поговорим с вами я отдельно сниму эту тематику еще раз и поговорим и объясню вам почему каждый век достоин того что имеет в наш век очень много упырей пришло и родилось из врат из темных врат из врат зла поэтому у нас век немножко такой знаете подлинки но невзирая на это нам дадут силы одолеть это и пережить свой век правильно а мы с вами человеке чело нашего века мы лицо своего века то есть мы представляем свой век по сути жизнь человека век так должно быть по идее плюс минус несколько лет люди должны прожить хотя бы в век хотя в древние времена люди жили намного намного больше и дольше и для них молодость заканчивалась там лет знаете шестьдесят с чем-то это уже был переход с молодости на зрелость сейчас это может звучит как невероятно но это действительно было так то исторический период чем дальше тем меньше меньше человек на этой земле живет он по новой двигается к концу своей цивилизации которая опять возродится с нуля и опять выберут адама и еву и оттуда все пойдет если мы вовремя не остановимся если мы хотя бы свои поколения правильно не воспитаем то это конечно случится не сегодня и завтра но пускай там тысячелетие но мы к этому пойдем снова можете посмотреть как гибли цивилизации там все разложено и сказано и так это серия лекции многим понравилось и многие сказали что очень многое узнали и желание людей скажем очернить мой труд обернулась против них потому что у нас нет столько времени сидеть копаться это на свет там немножко не очень хорошо сегодня работает видимо там что-то какой-то подключили что-то делают и он не выдерживает нагрузки вот видите моргает так вот может быть я даже выключу и по-другому сделаю чтобы меня немножко не нервировало это состояние сейчас значит поскольку конкретно занялись мной как они обещали конкретного должен я разнести сейчас вот я собрала из нескольких видеороликов наверно 67 до там столько воды столько тупости столько глупостей понимаете очень непросто вот это как разговор профессора преображенского и шарикова и когда вот ты это все смотри смотришь думаешь ну что я оттуда выделю что же где там вопрос-то был там такая-то сяка и это и это и вот выскакивают какие-то вопросы почему во первых это серии лекции людям понравилось они очень многое узнают я озвучиваю вот это надуманные истории да и отвечаю и это тоже знание это тоже как бы ответы на многие вопросы там вопросы уже закончились но что-то еще можно оттуда вытащить знаете что самое смешное когда не было предъявлено что я в день могу снять 1 2 ролика всего лишь они по 20 30 снимают это значит что у них больше силы больше энергии а у меня мало я даже не знаю что сказать вы знаете слоны рожают одного слоненка не знаю гиены могут по 20 штук родить но там вырастает грозный слон а тут падальщик то есть 20 роликов которых нету смысла нет ничего умного интересного не имеет никакого смысла и не незачем они вообще появляются на свет мой один ролик стоит не просто 20 ваших роликов целой жизни вашей стоит понимаете все за всю вашу жизнь вы столько не скажете сколько я скажу в своем одном ролике поэтому не в количестве дела в качестве качестве информации который дается у вас дорогие мои господа все вот все перечисленные их же уже ну немало собралось у вас абсолютно нулевая информация у вас все каналы посвящены просто сплетням и грязи обсуждению моего нижнего беля не более того но вы орете что вы призванные призванные сплетники вам даже медаль можно вручить так вот взялись за меня конкретно значит я тут вы выписала вот самые такие это я угадываю о чем они хотели спросить потому что их лексико шариковский невозможно перевести на нормальный человек ну непонятно там оборвал значит противоречия миллион противоречий мы еще вытащим вы еще увидите и так далее противоречия в моих словах ищут это хорошо что вы ищите во всех моих роликах потому что было время когда я хотела как-то переснять какие-то некоторые работы может еще раз объяснить более четко новичкам но вы делаете эту работу за меня я же говорю даже такие люди они с помощью силы через силы служат мне это правда им кажется что они делают как им хочется и это меня злит на самом деле они просто работают на меня у меня нет времени сидеть все мои ролики пересмотреть по новой они пересматривают и я вам хочу сказать дорогие мои это не противоречие просто вы из разных роликов кусками отсюда берете кусками оттуда склеивайте между собой и как бы получается что в одном месте одно говорю в другом немножко по-другому город но темы то разные они совсем ну если человек открыт этот ролик послушает он поймет там логически объясняется но когда тут это взято там то взято вы знаете я в школе училась как-то в нашем деревенской нашей школе и на стены такие не то что тонкие но там так кричали некоторые учителя что было слышно просто у нас особенно крикливой были муж и жена одна у нас преподавала математику другой физику и химию и они очень любили оскорблять учеников постоянно дебил тупой ты дедочка тупая ты сыночек идиот и вот мы сидим у нас урок литературы нам задали написать сочинение мы там тишина сидим ее боялись очень у нас учительница светлана тишина муха жужи ты услышишь и и они орут они значит преподают они между собой там одна в одном кабинете другая другом и как будто бы они между собой ссорятся знаете она говорит ты сыночек идиот конкретный парень у тебя мозгов нету и оттуда его крик ты девочка совсем уже срехнулась с тобой вообще не знаю о чем можно разговаривать потом опять он значит она орет ты мальчик ты чё идиот или меня за дуру принимаешь и он оттуда да слушай весь твой рот идиотов и ты такая же выродилась и мы сидим и вот еле сдерживаем смех ощущение как будто они друг другу последние слова говорят если бы у нас был тогда телефон и мы бы записали можно было выставить как муж и жена ссориться понимаете и вот тоже самое это отсюда взять срезать это оттуда и вот посмотрите противоречия значит давайте начнем не будем заставлять их ждать люди старались все таки значит они нашли мой старый ролик где я говорю что долг вернуть действительно конкретно делать работу получается только у практиков это правда только практик может все же суметь этот долг вернуть если займется этим но даже в этом случае я объясняю что игра должно стоить свеч если вам должны 20 тысяч ни один практик не возьмется возвращать этот долг знаете почему потому что силу идет на целых сто тысяч вы готовы оплатите 100 тысяч чтобы 20 тысяч вернуть конечно нет я объяснила как возвращать долг в древние времена люди больше верили больше боялись определенных сил как их называют высших сил пусть будет так и поэтому если нужно можно было то есть нужно было вернуть долг можно было навести на этого человека кое-что начитать и приходили во снах мертвые приходили во снах какие-то демонические сущности и приказывали буквальном смысле вернуть долг человек очень сильно пугался и возвращал но мы дошли до такого века что может вся родня лечит в могилу а он все равно долг не вернет даже если он знает почему за что даже если позвонит скажет вот видишь следующий там твоя дочь будет и она умрет им все равно не вернет долг потому что сейчас век аморальных бездушных людей и они встречаются очень часто и человек который намеренно нарочно долг не возвращает он изначально аморален то есть это тот человек который не думает о своих детях потому что как люди говорят всегда не оставлю своим детям ни врагов ни долгов то есть они считают что оставлять долг это повесить на шею ребенка определенные знаете как гири определенную тяжесть и он будет платить по счетам родителей если не деньгами то своей судьбой и поэтому человеку который есть морально не вот начитывать не надо может быть ему надо напомнить если он думает что вы забыли этого достаточно чтобы он отдал ты напоминать не нужно он сам отдаст так вот это правда так было сказано ну я не я даже не знаю может быть пять лет назад может больше тогда люди рынулись ко мне пожалуйста проведите вот вернуть долг и так далее я сказала послушайте получается вернуть долг и провести ритуал на возврат долга на самом деле получать если практик настоящий только у практиков сразу с первого раза он может не вернуть но он пострадает и вы об этом узнаете но поскольку я этого делать не буду и меня не хотелось чтобы люди начали ходить туда-сюда я и скажем призывы не не любила и зазывы любовные не хотела давать но приходит время и ты понимаешь что у людей есть эта потребность и поскольку это не то чтобы твои принципы это тебя просто не интересно было но поняв потребность людей и понимая что люди все равно найдут у кого идти попросить спросить и отнесут деньги и им не сделают ничего просто возьмут деньги пожалев людей я дала все таки работой которые можно делать обычному человеку я их подкорректировала подстроила под обычного человека такие работы возврат долга но предупредила что знаете что это вот из той серии которая может получиться может нет здесь нет гарантии если например работы там денежные и так далее они обязательно сто процентов получается у кого-то сразу у кого-то через несколько дней у кого-то через месяц они получаются потому что они так построены в этом случае я сказала друзья мои объясняю почему дело не в том что заговор слабый дело в том что человек если без души без совести люди сейчас родину продают их не переживают с улыбкой выходят к народу когда они убили целое поколение понимаете на таких людей если воздействовать и совесть включать вы думаете это получится у них включится совесть на полицая начитать совесть включить это получится нет если там нечего включать там ничего не включится поэтому я сказала я для вас это сделаю чтобы вы не ходили туда-сюда не платили деньги непонятно кому я вам дам и зазывы любовные и вот денежные там ое толк вернуть но с долгом я сказала учтите может получиться может нет потому что зависит от человека насколько в нем что-то человеческое если осталось то он вернет и вы знаете у многих начало получаться ну значит я значит понимаю так что те люди которые должны были отдать все таки последние капли совести не потеряли значит я была не совсем правильного мнения о большинстве людей значит может быть я ошибалась в том что наверное не осталось тех людей которые способны вернуть оказалось начали возвращать получилось у людей ну и отлично я еще несколько работ им подарила и все на этом предупредив что эта работа у кого-то может получиться у кого-то нет но попробуйте зря деньги не тратить туда-сюда а у кого не получится я дала другой ритуал если человек упорно не хочет отдавать долг тогда дай ему свои болезни пусть забирает но после этого если он захочет долг вернуть ты не имеешь права этот долг брать потому что ты уже отдала все он тебе уже заплатил своим здоровьем потому что имеешь право потому что есть люди которые нагло проезжают возле тебя в новых машинах каждый месяц и твой долг очень нагло не возвращает и говорят а иди докажи они знают что ты просто как человеку поверила и отдала вот так пересчитала отдала в руки даже на карту перевела ты не докажешь они скажут это она была мне должна вернула иди докажи они это понимают поэтому они так нагло себя ведут но раз уж они нагло себя ведут а ты не находишь себе место тебе тяжело вот отдай им свои болезни и проблемы пусть забирают тогда хоть как то так отдай и станет легче вот так что это не противоречие когда человек никогда ничего не делает он не может понять почему например ты вначале решила что нет не буду этого делать не дам такую работу а потом прошло время ты видишь что ну все таки люди просят действительно будут ходить туда-сюда деньги тратить их обманут в тебе просыпается милосердие к людям желание помочь думаешь ладно дам но предупреждаю как она будет работать все в чем проблема тут сказали почему я дала через некоторое время денежек то говорит ей заработать захотелось сначала говорила не надо этого а потом решила что ей денежки нужны и заработать то хочется ей мне очень интересно а как я денежки заработала если я бесплатно на своем ютуб канале в общем доступе просто подарила в чем я денежки заработала можно вот этот момент уточнить немного а то я не совсем понимаю а потом решила дать денежки то надо заработать если бы я сказала а вы знаете я решила все таки да эти ритуалы я вам дам но я продаю можно было бы еще обвинить сказать а вначале сказала нет ни в какую а потом продала денежки нужны но если человек дарит в общем доступе открыто всем пожалуйста может день тысячи человек смотреть двадцать тысяч мои работы за несколько дней сорок пятьдесят тысяч человек смотрят в чем я денежки заработала денежки то надо видите абсурд и тупость конечно тупость то что в открытом доступе дорогие мои ненаглядные это подарок людям поэтому там про денежки говорить даже то есть вообще позорно поскольку никаким боком там нет заработанных денежек и они даны не ради денежек понимаете просто когда вы ничего не ну поймите человек совершенствуется человек в своем знаете были вот певцы великие оперные певцы которые первые записи слушаешь так средненько потом слушаешь лет через пятнадцать просто божественный голос поставили голос все как надо опыт сыграли на сцене как надо и так далее опыт понимаете когда ты не делаешь ничего тебе невозможно объяснить что такое опыт что такое чем дальше тем больше ты понимаешь нужды людей которые вокруг тебя да и если что то где то ты принципиально не хотела то пересматриваешь думаешь надо надо наверное дать потому что люди ну пойдут кому то заплатят просто так в воздух зачем подарю я людям пусть они делают может получится в этом случае понимаете вот о чем речь так что противоречий я здесь не вижу я здесь вижу добрую волю человека и желание помочь поэтому переступила через себя все таки дала людям эти работы и любовные вообще не хотела даже близко подходить потом переступила через себя дала им зазывы и сказала ребята вот делайте если вам сильно надо позовите поговорите сами для себя решите хотите продолжение этой истории или нет но я не сторонник но даю вам даю чтобы вы ну деньги не носили всяким аферюгом возьмите бесплатно и проведите придет значит придет значит чувство есть в чем там проблема так пойдем дальше ой что тут там интересненького ой ой сейчас что будет начнем я сказала я сказала что поскольку вот эти новоявленные течения магии 90-х соборное колдовство чернокнижие и так далее они поскольку как бы противоборствуют христианству да против христианства и религии то они взяли себе антиподов христианства бесы черти значит демоны дьявола и так далее и вот на этом сделали акцент создали целую индустрию и мне предъявляют какое я имею право тогда обращаться к этим антиподам христианства если я не принимаю христианство так значит это тоже это тоже от христианства идут эти демоны бесы и так далее поэтому если я не принимаю христианство значит не имею права для меня они не должны существовать вот когда я говорю что спорить с человеком который двух книг не читал в своей жизни это как спорить со стеной но мы сейчас не этим людям доказываем что-либо потому что им доказывать бесполезно у них серого вещества там нет но хочу сказать что демоны бесы те самые черти анчутки темные духи они существовали задолго до христианства точно так же как ладан которым якобы изгоняли и изгоняют бесов у меня вызывает просто смех в храмах древних богов и темных богов и богов зла зажигали ладом и питали их силу вот этими ароматами там песнопения были и прочее христианство не придумало ничего нового абсолютно те же песнопения есть перед африканскими богами те же песнопения есть к богам фуду то есть и направление сантерея худу которые родились от этих всех различных культур там мексики чили католичество местные вуду все в одну кучу и вот эти силы они задолго до появления христианства ислама а почему они стали антиподом христианства потому что я уже говорила религия не терпит конкурентов она не любит чтобы кто-либо был сильнее чтобы кто-либо занимал ваш разум ваши деньги заманивая в свою сторону это магия магия это что магия это древнее верование то есть это оппозиция христианство исламу там другим религиям мировым иудаизму монотеическим религиям это оппозиция а никто не хочет оппозиции никто не хочет чтобы человек мыслил разумно они хотят ваше упорабощение ваших ресурсов к себе поэтому все что было до христианства все было объявлено антиподом христианства бесы это враги человечества кто сказал где это написано что они враги человечества что они сделали человечеству бесы могут и помочь могут и навредить если ты вмешиваешься в их мир а по сути своей они к вам равнодушны если есть какая-то причина какое-то проклятое место вы посетили дом у вас стоит на костях они могут прийти наказать человека за то что он не подумав построил дом не посмотрев что он нарушает покой например покойных и так далее вот когда их отправляет в наказание роду человеку и так далее они могут прийти но они могут нарушить эту границу только когда человек сам нарушил какой-то из законов мироздания и после этого он да подвержен нападению бесов и все прочее в остальном они что есть что их нету они могут обитать в каком-то месте например есть такие умные в кавычках люди ходят там снимают в ночных заброшках снимают где-то там есть и гиблые места там есть места где человека убили что-то там нехорошие места но там есть да нечисть там есть определенная сила она может выйти навстречу она может прицепиться и в жизни потом начнутся какие-то нехорошие такие моменты но это сам человек провоцирует они-то сами не приходят за ним в дом его не стучат хотим к тебе и не надо всех бесам приписывать есть природные духи есть просто духи есть души умерших и так далее то есть почему я будучи нехристианкой обращаюсь к антиподу христианства так христианство антиподом сделало всех духов всех вне христианских сущностей она сделала антиподом если у тебя не иконы если ты не к святым идешь если ты не в церковь идешь ставишь если ты не к святым мученикам все все остальные это все плохое все нехристианское и вообще поэтому это смешно говорить если ты пользуешься помощью антиподов христианства ты не можешь к ним обращаться потому что не христианка то есть я должна принять христианство потом это христианство откинуть от себя только после этого я имею право к ним прийти потому что я была христианкой если там лужи с грязью я могу обойти эту лужу и пойти нет ты должна сесть в эту лужу потом пойти задницу помыть выйти и только тогда можешь пройти мимо лужи здесь даже не знаю что отвечать потому что это идиотизм эти духи эти демонические сущности были задолго до христианства и то же самое описание рогатых и так далее это описание анчуток это описание лесных богов рогатость говорит о том что они природные силы они привязаны к земле природные боги они изображались рогатыми а есть боги небесные или так называемые там звездных сфер и так далее они по-другому изображались это отличительная черта богов чтобы было понятно сразу кто какой иерархии принадлежит тот же ацхакернун он рогатый бог но он бог который защищает да и то есть оберегает природу велес изображается с рогатой такой шапкой иногда у него выходит рога с двух сторон олени рога почему потому что он защищает земледельцев природу сельское хозяйство и так далее он отчасти заземленный то есть приземленный бог он к природе больше отношений имеет чем высшим сферам вот его изображает таким природным похожим на диких животных леса рога далее вот я не имею права обращаться к джинам и шайтанам потому что я не мусульманка детский сад абсолютнейший дет то есть мусульмане имеют право обращаться к джинам и шайтанам правда а вы когда-нибудь коран открывали там сказано что абсолютно запрещено любой контакт любое обращение к ним любое только их гнать только начитывать молитву там вообще слово не сказано о том что если ты мусульманин ты можешь обращаться к джинам и шайтанам это откуда вообще это берется это фантастика это может с ума сойти я имею право к джинам и шайтанам обращаться знаете почему потому что джинны и шайтаны были задолго до появления ислама они боги они мелкие большие боги божества хранители востока хранители пустынь до сих пор арабы когда проходят через пустыню они они тайком оставляют главному джину подношение чтобы их дорога была спокойной чтобы на них не напали чтобы не было там тайфуна потому что он часто бывает в пустыне и так далее то есть это были божества которые были до ислама и когда пришел ислам и люди начали приносить подношение уже к единому богу изначально он был не единый бог был бог мужчина бог женщина Аллат и Аллах а потом соединили Мухаммад изначально создал такой пантеон он был умный человек он понимал что нужна одна единая вера религия и единая идея чтобы бедуинов соединить воедино и он сначала решил просто из множества пантеонов взять двух богов так что это было изначально не единобожие а потом а потом под давлением некоторых таких именитых людей он разрушил храм Аллат и оставил только культ Аллаха вот так появилось единобожие на востоке и джины начали мстить всем тем кто уходил от старой веры к новой вере и джины и джины были изначально джины существовали изначально и шайтаны существовали изначально для того чтобы с ними заключать договора и работать не нужно быть мусульманином не нужно принимать специально для этого ислам если я хочу пить кофе я иду беру открываю там пакет кофе высыпаю варю и пью мне для этого не нужно ехать в Африку купить плантацию посадить там кофе следить поливать потом это кофе перерабатывать перевести через таможню и пить я могу пойти взять и выпить оно уже сделано то же самое для того чтобы работать с этими силами мне не надо идти принимать какую-то религию сначала потом от этой религии отречься для того чтобы иметь право с этими силами работать такое может говорить очень темное существо очень вот даже стучать не хочу сейчас собаки мои будут гавкать ну постучала бы как там открыто заходите так дальше значит вот например смотрите вот она и с женами и этими работает и с теми работает представьте себе да работу и с теми и с этими совсем всякими духами и я не просто могу с ними работать и природными силами и языческими духами и славянским пантеоном и восточными и так далее почему я могу с ними работать со всеми потому что я ведьма а ведьма может даже свое направление создать что собственно я уже и сделала я так и назвала свое направление божественная магия потому что к богам больше обращаемся вот поэтому а так можно просто направление специальная магия Инги Хосроевой это смешно звучит но я могу худу и свое свое определенное что я и сделала свою линию развивать вы знаете худу это чилийская магия Санте Рея вуду католичество исламские элементы все вместе это худу там и Иисус Христос и Дева Мария и Черная Мадонна и и кого только там нет вообще непонятно то жреческие песни то алтарь вуду рядом Христос стоит и работает все представляете вот люди решили соединили этих духов и начали с ними работать вот в этом таком направлении перемешанном и оно начало работать и помогать и духи пришли и услышали и не важно там Христос пришел дух Христа или Ешу или Оргиша вызвали или там великих значит богов вуду или мама Бригитта которая вообще-то кельтская богиня но считается что папа Легба влюбился в нее и привел ее в африканский пантеон и вот к ней сейчас обращаются и поклоняются она не очень то есть не очень старое божество она новое божество в пантеоне вуду но это работает представляете именно дух Ешу приходит туда или папа Легба приходит туда или мамы Бригитт приходит или кто там приходит никто не может точно сказать фотографировать и там у них нету справок но оно работает и людей исцеляет и помогает вот они вот новое направление они так разработали чтобы не перессориться между собой они просто соединили все культуры там народов Мексики народов Чили народов Венесуэль и получилось худу и чтобы не перессориться они соединили например в испаноговорящих странах католицизм и вуду потому что черные рабы были они каждому святому надели маску они боялись открыто поклоняться своим богам потому что смертная казнь была просто убивали и поэтому они говорили там святой Патрик подразумевали папа легба говорили эшу а подразумевали своего бога зомби говорили дева Мария а призывали ошун это называется христианская маска так и осталось христианская маска того или иного божества понимаете вот так устроен мир духов они слышат они реагируют есть бабушки которые даже не понимают кого они вызывают лечат может быть то есть им кажется что это боженко помогает и все святые а на самом деле приходят духи помогают они понимают что она ну человек неграмотный может и не сама не соображает но сила у нее есть и духи приходят и пусть она их святыми называет а на самом деле это языческие духи все равно они приходят и помогают я же говорила и повторяюсь главный результат и не один не два раза там ячмей заговаривать а когда много лет и много людей говорят что все работает а как она сработала как я это соединила может я черную мадонну соединила с не знаю эшу кулона и они вместе помогли человеку человеку не без разницы кто там помогает главное что ему помогли в каждой сфере должны быть свои мастера эти мастера составляют то что помогает людям людям не обязательно в этом разбираться кого вызывают чего делают вообще не обязательно это я просто объясняю потому что хочу чтобы люди имели представление примерно но людям на самом деле не обязательно это знать людям не обязательно знать как врач раскрывает там больное место как вырезает как зашивает какими нитками что там делает какие лекарства сверху пшикают какую систему потом ставит чтобы он пришел в себя вообще все равно человеку главное чтобы его прооперировали живой здоровый пошел домой когда вы садитесь за руль вы можете не знать вообще как работает система в автомобиле как там зажигается топливо потом это топливо идет значит можно сказать так на простом языке толкает вперед мотор как электричество внутри машины работает как эти дворники очищают как колеса крутятся ты не сидишь и думаешь а все вот теперь газ пошел туда это сюда зажигание там внутри сработало так я поворотник включаю теперь внизу колес значит это вот включается вот это вот что мы сейчас повернем понимаете вы не думайте об этом вам инструкцию дали как машину ввести права получили все ведешь эту машину и ведешь она сама едет тебе не надо знать как она устроена то же самое здесь ты приходишь тебе дали ритуал тебе дали заговор объяснили примерно зачем к чему почему этот мастер проверенный ты уже знаешь что у этого мастера получается и вреда не будет все берешь делаешь и она получается и тебе уже все равно кого ты вызывала чего там просила как там дело было главное что у тебя получилось правда так так значит я делала ритуал на кладбище и и порчу и на деньги одновременно честно не помню такое обычно я делаю по одной тематике могу сделать исключение если я например обучала показывал как это делается я могла в этот день показать и один ритуал и второй раз уж пока то есть поехала на кладбище такое могло быть но даже если бы я делала в один день и порчу и на деньги ничего страшного мне можно у меня хватит энергии силы это сделать значит так посчитала нужно и что захотелось и сделала я могу в один день и остро есть и потом сладкое ну и что если мой организм воспринимает я могу это делать и другие могут делать не поняла где здесь противоречия были непонятны значит там были слова сказаны мной что вызвали у них большой смех повод для гавкания ну в общем там примерно такие были слова мне богатеть а вам а мне богатеть жить пировать а вам голодными голодными псами бывать ну сейчас не помню вот примерно такие ну серьезно мы голодные псы оказывается а разве нет разве ваше поведение не говорит о том что вы голодные псы это это не обязательно голодаете там кушать нечего дома ну как голодные псы таскайтесь за кем-то чтобы получить какую-то порцию энергии какую-то порцию внимания одержимость вот это безумие я уже я не буду обсуждать порчи порчи которые вы говорите потому что ну они все получились поэтому и это не только я говорю это все видели вы долгожители у нас остальные быстрее поняли отошли мозги включились а у вас не включается никак вы дома свои теряете и мозги свои теряете здоровые теряете все теряете но бегаете за за мной поэтому как уж тут не поверить что действительно как голодные псы ведет себя пойдем дальше значит иблиса она вызывает а это из исламской исламского эгрегора я не помню может я и такой ритуал делала когда призыв иблиса на кладбище есть такой ритуал повторяю еще раз эти силы не принадлежат никакому эгрегору просто христианство объявило вне закона демонов силу бесов древо бесов откройте посмотрите это не хорошие не плохие бесами могут стать даже ушедшие духи то есть души людей бесы это определенные духи которые работают по ну можно сказать по контракту что ли между собой у них есть определенные условия и это их соединяет вместе там могут быть различные духи могут быть духи леса могут быть духи других сфер могут быть души мертвых людей и так далее откройте древо бесов чтобы я здесь не объясняла долго и послушайте кому надо так вот иблиса я могу иблиса почему призывают иблиса на кладбище не важно кладбище какое это место смерти там просто энергия другая там энергия очень схожая с энергией этих древних духов энергия мертвых там там находятся силы силы которые между мирами стражники и через них легче донести свое понимаете там есть порталы вот почему на перекрестке что-то надо читать почему идут на перекресток почему возле дерева надо оставлять дерево само по себе как портал потому что корни растут в земле в преисподней считается темный мир а верхушка поднимается вверх дерево как портал и поэтому оставляя возле дерева тем более что по разным поверьям на ветках деревьев живут духи твое вот это вот подношение принимается сразу уходит мир духов энергия твоего подношения точно так же как и перекрестки они порталы и делая там определенный ритуал призывая кого-то называя имя человека это портал это вот как вам объяснить вот ты стоишь здесь что-то начитываешь и энергия твоего голоса твоя энергия твое желание оно просачивается во все углы планеты то есть это места в которых объединяются миры ты стоишь здесь но ты можешь попросить что-либо для ушедшего человека который похоронен в другом месте я имею ввиду кладбище и кроме всего прочего там открытые порталы там легче призывать те темные силы которые относятся к этому демоническому миру поэтому можно иблиса там вызвать и для этого не надо быть мусульманином чтобы к иблису обращаться кстати насчет иблиса я как-нибудь сниму и очень много интересного вы узнаете об этом создании можете открыть джинны стражники востока мою лекцию там немного о нем сказано дальше это у нас пусик храпит пусик поскольку христианство и ислам это другие энергии ну да все они другие энергии язычество другая энергия у демонов другая энергия у богов удачи другая энергия у духов перекрестка другая энергия у духов леса другая энергия у духов дома другая энергия и что? Это, говорят, другие энергии, поэтому нельзя их призывать. Что в детский сад? Конечно, они другие. Они все другие, они все разные, и со всеми можно работать, если ты профессионал. Дальше. У меня шизофрения, значит. Шизофрения у меня. Не знаю, как это определилось, это шизофрения. Наверное, там одни врачи сидят. Но мне все-таки кажется, что шизофрения у вас и не простая шизофрения, а маниакальная шизофрения. У вас мания преследования. Мания преследования может быть как в одну сторону, так и в другую. То есть человеку кажется, что его преследует, и он там, не знаю, идет к врачу, говорит, вот ночью лезут ко мне на балкон, пытается меня убить, помогите, и так далее. Мания преследования. А есть, когда они сами преследуют кого-то. В интернете преследуют, еще где-то. Понимаете, когда сумасшедших перестали лечить без их желания, и очень многие скрытые шизофреники под видом обычных нормальных людей выспали на улицу. Я вам уже приводила пример. Бабуске там что-то не понравилось в форуме. Женщина написала, она нажала, зашла на ее страницу, увидела, где она живет, чего, город, то есть, ну, ее имя, город. Начала писать в полицию о том, что ее муж насилует детей и всякое такое. К ней приходили и приходились проверки. Я надеюсь, что эта бабка уже сдохла. Это давно было. Приходят, смотрят, она опять пишет. Ну, понятно, что органы обязаны реагировать. Но ведь органы и на нее обязаны реагировать. Нет, мы сумасшедших насильно не лечим. И этой бабушке позвонила, она при журналистах, здравствуйте, она, здравствуйте. А вот я такая-такая-то, почему вы пишете доносы на меня? Что вы от меня хотите? Вы меня не знаете, никогда не видели. Почему это делаете? Она, хочу и делаю. И бросила трубку. Вот что делать этой женщине? Взять топор, пойти, раскромсать ей череп, и тогда ее посадят. А каждый день принимать какие-то службы и доказывать, что ты не верблюд. Это приятно? Вот, пожалуй, шизофрения на лицо. Человеку захотелось кого-то преследовать. Ей так нравится. Она знает, что это безнаказанно. Она понимает, что, во-первых, она старая женщина. Во-вторых, я же ничего такого не делаю. Каждый день пишу. Я обязана реагировать. Мало ли, а вдруг, а я вот слышала, а я вот видела. Иди докажи, что ты врешь. Шизофрения. И она имеет различные формы. Вот у вас такая форма шизофрении. Вам кажется, что вы, как бы сказать, что я вам мешаю достигнуть своей цели, и вы должны за мной ходить. Акипсы. Пожалуйста. А где тут шизофрения? По-моему, у вас. Оно ясно и четко видно. Так. Хранитель. Еще одно противоречие нашли. Хранитель. Смерть. Аж вдвоем сняли. Есть одна носатая бомжа. Но носатую бомжу особо никто не смотрит. Но поскольку носатую бомжу никто не смотрит, никто ей, как бы, не отвечает, не реагирует. Другая сняла. Такая же носатая тумбочка. Точнее, тумбочка с носом. Хранитель. Они нашли великое страшное противоречие. Сейчас будут меня разоблачать. Значит, я сказала, что смерть человека ходит с ним рядом. И охраняет его до того момента, пока не придет время его забрать. Можете его хранителем назвать. Это его смерть и есть. И это так. Теперь объясняю. Эта некто, эта сила, она не родовой хранитель. Это не хранитель, который вы призываете для защиты. Этого хранителя дает судьба при рождении человека. Но они разные. Может быть, очень сильный хранитель. Может, слабый хранитель. Это зависит от того, насколько у тебя сильный род. Насколько заслужили вы. Вот почему говорят, делай добро, не делай зло, чтобы твои дети не отвечали. А как могут дети отвечать? Они получат слабого хранителя. В очень редких случаях бывает, что у человека нет вообще хранителя. Такое бывает. Но это редкий случай. Обычно даже проклятые роды все равно принимают, все равно им дают какого-либо хранителя им детям, то есть их детям, потомкам. Но эти хранители не отличаются особой силой. Почему их называют заодно и смертью человека? Потому что от сих до сих человек должен жить. Когда приходит время, он не убивает его, он его сопровождает, он забирает его душу, которую силой смерти забрали. То есть силой смерти приходит забирать душу, снимать с человека. А он уже сопровождает мир иной, показывает, как, что, объясняет этой душе, где он находится. Многие, которые внезапно умирают, они не знают, что с ними случилось. Поэтому они выходят на дорогу. Именно поэтому тех людей, которые погибли на дороге, часто их души, их привидения там видят люди. Они стоят на дороге, как ни в чем не бывало. Вот они погибли там, и они не понимают, что с ними произошло. Значит, их хранитель слабый. И он не дает им возможность, не сопровождает их в мир иной. Или его не было в тот момент. Почему на похоронах нельзя было пить? Это потом поминальное, пить. До этого пили только кисель. Потому что считалось, что если человек... Ну, то есть похороны – это время, место, когда духи, души приходят за новой душой. А если человек по пьянке начнет какую-то ерунду гнать, если он поведет себя неправильно, нарушит правила похорон, то хранитель его покинет. И тогда он может сотворить бед. И поэтому нельзя было. Или к нему прицепятся эти духи и придут к ним домой. И будут потом творить зло в его жизни. Теперь в некоторых культурах его называли «жизнь и смерть». В некоторых культурах называли «смерть». Сама смерть с нами ходит рядом. И когда придет наш час, заберет. А вообще это хранитель. То есть он измеряет наше время, нашу жизнь. Когда на человека наводят порчу, особенно смертную порчу, то он насылает на него другие силы смерти, которые мощнее, чем этот хранитель. Они его отодвигают в сторону. И начинают забирать человека. Он начинает болеть. Он попадает в какие-то передряги. Ему внушают мысли о самоубийстве. Смотря что навели. Как навели? На смерть. Он постепенно, постепенно уходит. И этого стражника, и этого хранителя закрывает от него. Как бы оградили. И человека взяли в оборот. Потому что мастер навел смерть. И смерть пришла в его жизнь. И уже этот хранитель не может хранить человека до того часа, которое ему было измерено, чтобы забрать. Именно в это время. Нет. Его смерть ускорили. И уже пришли совершенно иные силы за его душой. И хранитель уже без сил. Он ничего не может делать. Для того, чтобы хранитель вернулся назад, или более сильного хранителя призвать для человека, который точно так же будет оберегать его от рождения до самой смерти, нужно эти силы насланные, которые наслали порчу, эти силы нужно отсечь от человека, убрать и вернуть этого хранителя. Или другого посильнее хранителя, который точно так же. Вот у человека написано на роту от сих до сих жить. Он столько и проживет. Но есть факторы, которые вмешиваются в жизнь человека. У вас волосы растут. Они могут расти до бесконечности. Но есть парикмахер, который делает вам прически, стрижет их. Вмешивается внешняя некая сила. Если вмешалась, то дата вашей смерти отодвигается. Если человеку сделали приворот, как правило, эти мужчины рано умирают, много пьют, у них в жизни начинаются проблемы, потому что на них приворот. Это не смертная порча, но она приводит к смерти. То есть приходят определенные силы. Вот так вот облепили человек со всех сторон. И этот хранитель не может добраться. Если он сильный хранитель, если хранитель сильного рода, он может их изгонять определенное время, не дать подходить. Это война энергии. Но в конце концов, если делают-делают, значит, изнуряют этого хранителя. Вот почему говорят, например, снять защиту сначала. Слышали наверняка? Содрать защиту. Или подделать. Вот мы сделали работу, надо подделать, еще раз делать. Это удары, удары, удары по двери, пока дверь не разобьется, не упадет, и ты крепость не возьмешь. Вот то же самое с хранителем. Если он сильный родовой хранитель, он долго будет сопротивляться, долго будет биться за тебя и не даст подойти. Но если он не сильный, если он обычный, или если ты что-то натворил, или если ты чем-то разозлил своего хранителя, все время нарушал какие-то законы мироздания, он ослаб. Его легко можно убрать от тебя и на тебя навести это все. И вот тогда тот, который должен с часа твоего рождения и до часа смерти быть рядом, он уходит. И нарушается баланс. И вот в этот момент можно навести на человека смерть. Наслать другие силы, других духов. И смерть, и порча, и все что угодно. И этот хранитель уже не сможет ничего сделать. Вот теперь поняли, о чем речь? Я же говорю, вырезает отсюда то, оттуда это. Об этом было сказано, я уже об этом говорила, рассказывала. Но я рассказываю специально для вас и для людей, которым эта тема интересна. Вот так и происходит. Нет, поэтому сказано, что вот это хранитель, который с рождения до смерти рядом. Это практически твоя смерть. Почему твоя смерть? Не то, что она тебе вредит или убивает. Нет. Это просто тот, который подождет до последнего часа и тебя заберет. Поможет тебе уйти в мир иной. Покажет, как, что было и что будет. А если вмешиваются в внешние факторы, то на тебя можно навести, кроме всего прочего. Вот мужчине предназначено прожить, предположим, 70 лет. А тут начинается война. Он должен идти воевать. Я знала людей, которые Великую Отечественную войну прошли. Ничего не читали, ничего не просили, ни во что не верили. Но вернулись живы и здоровы и говорили, кто-то меня хранил. У меня было ощущение, что все-таки за моей спиной кто-то есть. И все время отводит от меня беду. Сильный хранитель Руда. С ними ничего не случилось. Без никаких просьб, мольбы и так далее. Но мы же не можем на самотек пустить, на авось надеяться. Пусть идет, у него хранитель, авось, он вернется назад и доживет до 70 лет. А если этот хранитель слабый? А если он не справится? Там поле битвы, там смерть летает везде. Везде, везде сила смерти. Всюду умершие, погибшие. Кто-то замученный, не может найти покой. Там утончается вся защита человека. И поэтому ему нужно помочь. Что делать в этом случае? Отправить ему на подмогу несколько духов, которые помогут этому хранителю сохранить его жизнь и вернуть домой и обратно. А если ничего не сделать, то этот хранитель может там не справиться с этой смертной силой, которая вокруг летает. И человек погибнет просто. Хотя у него был хранитель. Я просто пытаюсь вам объяснить, что хранитель – это не панацея от всех бед. Это не самый могущественный дух. Он просто прилагается каждому человеку. А насколько он силен? Мы со временем можем понять. Мы говорим, у него хранитель был сильный. Ну вот его назвали ангелом-хранителем. Так легче людям понять. Но иногда бывает, что... Знаете, две машины столкнулись. И вот парень сантиметров от человека разъехались как-то так. И он остался в живых. Он сам удивлен. И говорит, ой, какой у него хранитель сильный был. Вот. Как определить? Сильный хранитель. Когда человека сберегли от такой катастрофы. Но мы же не можем эксперименты ставить. Правда? Думать? Дай-ка подожду, посмотрю, что за у него хороший хранитель. Сильный или не сильный. Потом почитаю. Пока ты будешь думать и гадать, он может на поле битвы и погибнуть. Поэтому что нужно делать? Начитать ему защиту. Защита нет не просто слова. Я говорила, каждый заговор – это призыв определенного духа, который исполнит все, что там сказано. Поэтому мы и начитываем черед, дух телохранитель. Мы начитываем отправить ему своего стражника, щит матери. Это все хранители. И получается, что на поле бранном, где смерть летает везде, где место смерти, это все равно, понимаете, это как зайти на кладбище. И без особой защиты, если человек на кладбище будет жить, на него вот эта энергия очень плохо будет воздействовать. И вот поле битвы, война – это место, где смерть в данный момент. И смерть очень долго после войны еще там будет находиться, пока постепенно выветрится эта сила и уйдет. И в этой обстановке один хранитель может не справиться. А может справиться. Один из миллионов может справиться. Действительно, очень сильный род и сильный хранитель. Но мы же не можем экспериментировать с жизнью человека. Поэтому мы начитываем. И тогда приходит туда несколько сил. И причем приходят постоянно. Одни и те же силы все время слышат у тебя. Ты им напоминаешь, что надо идти. Надо идти, надо идти хранить его там. Надо идти сохранить его там. Ты не даешь ему идти оттуда. Ты их все время держишь, напоминаешь, начитываешь. И они его окружают целой стеной. Если был один хранитель, то твоими заговорами, просьбами там сорок появляется. Так один телохранитель человека охраняет хорошо или сорок более мощный и сильный? Как вы думаете? Хранитель может быть слаб по разным. причинам. Может быть, отец отказался от сына при рождении или после рождения ушел. Отцовский род не принимал. Все. Слабый хранитель. Определяется сила хранителя и от родителей. Насколько родители любили этого ребенка. Насколько род хотел этого ребенка. Такого хранителя и отправляют. Каждому что-то додают. Понимаете? Того, кто алкоголик конченный, все время нарушает законы вселенной, то есть переступает, он абсолютно бесполезно существует на земле. Даже у него есть какой-то хранитель, пусть не очень сильный, но все равно в некоторых ситуациях охраняет его. А у кого род сильный, у кого род колдунов, там очень сильный хранитель. Но даже невзирая на это, все равно начитывает человек, начитывает, насылает туда хранителя, отправляет, чтобы этот один хранитель мог справиться с помощью тех остальных, которые придут и окружат, и будут там рядом, пока они нужны. Вот я говорю ритуал, вырвать из лап смерти или отвести смерть. Это что, я у хранителя забираю? Вот же смерть! Знаете, вот идиоту хоть так говори, хоть по-другому говори, все равно он поймет, каким и хочется. Еще раз повторяю, это условно называют, что это твоя смерть и есть. То есть тот, который с тобой рядом, тебя охраняет до того дня и часа, пока твое время, вот он знает, какое время, какую минуту тебя надо забрать, и он заберет. Но он не пришел тебя убивать, он пришел следить за тем, чтобы ты от всех до всех прожила свою жизнь. поэтому и говорят, сама смерть и есть, она и заберет, она и поможет твоей душе уйти. Однако ты не от него отнимаешь душу, если человек уже заболел, если человек заболел под влиянием каких-то сил, если внешние факторы вмешались в это дело, если это испытание, он должен пройти. Неважно. Опять же, не пустим на самотек и на авось. Есть хранитель, пусть спасает. Наверное, поможем этому хранителю. Если говорим вырвать из лап смерти, значит, уже силы смерти дошли до него, и этого хранителя отодвинули, и человек уже умирает, хилеет, он умирает, все. Поэтому ведьма начинает вырывать этого человека из лап смерти. Уже смерти. Уже сил смерти, которые пришли забирать конкретно, а не ждать времени. Там вот он 80 лет умрет, мы подождем, тогда его... Нет. Это уже определенные силы, которые специально пришли вот прямо сейчас забрать. Насколько получат быстрее. И они могут пока сражаться, пока отодвигать этого хранителя. Он же за него будет заступаться и биться. Он же будет его защищать. Насколько у него энергии и сил хватит. Может быть, энергии хватит на целый год отсрочить. Может, хватит на два месяца. Может, на три дня. Насколько хватит, настолько он будет сражаться за его душу. И чтобы помочь этому хранителю и вырвать душу из лап смерти, вот для этого и существуют ритуалы. Надеюсь, теперь я ясно выразилась. Я же боюсь снять, оказывается. А в ваш тупой мозг не просачивается такая гениальная мысль о том, что я не бездельник, в отличие от вас. И у меня очень много дел. И когда у меня время находится, я сажусь, вот это пересматриваю, чтобы ваши противные голоса не слышать. Смотрю внизу описание ролика, выписываю эти вопросы, а потом озвучиваю и как можно подробнее рассказываю. Давайте дальше. Значит, бесы. Вот бесы, какие-то работы с бесами. Да, и с бесами есть работы, которые я и простым людям даю. Но даю так, чтобы они им помогли. Еще раз повторяю. Бесы не хорошие, не плохие. Они разные. Есть бесы, которые просто природные бесы. Есть бесы, которые помогают обрести славу и деньги. Есть бесы, которые наказывают врагов. Но к ним надо обращаться только под руководством опытной ведьмы. Если вы во мне сомневаетесь, не надо делать, пока вы не будете уверены в том, что мои работы вам принесут тот результат, который вы хотите. Я никого не заставляю. Садитесь, обдумайте. Не берите с бесами работы на авось. По-быстрому. Всем не верьте, не доверяйте. Все правильно. Но если вы убедились в том, что я тот человек, который знает свою работу и профессионал, то берите, делайте эти работы, и бояться вам нечего. Так. Значит. Так. Один, да. Один у нас мифический бог, оказывается. Поэтому он не настоящий. И то, что я привела Одина в пример, что он тоже был одноглазый, отдал свой глаз взамен на тайные знания, это неправильно, потому что Один же, его же не было. Вы идите, спросите у северных народов, которые по сей день поклоняются Одину, приносят ему подношения, и вообще он для них живее живых. Вы знаете, было время, когда физиков, химиков и прочих ученых тоже объявляли колдунами и жгли на кострах, пока не поняли, что это наука. Точно так же думают некоторые, что это мифические боги, они не существуют, пока сами не столкнутся с их силой и не убедятся, что они существуют еще как. А то, что боги могут брать энергию из природы, из других цивилизаций, которые тоже существуют, и там тоже есть человечество, и мы, скорее всего, единственное человечество, у которого есть религия. Там везде то самое свободное язычество, поэтому они счастливее нас, могут до нас добраться и посмотреть, как мы живем, а мы до них нет. Вот они сказали, что если у человека нет глаза, если нет какого-то органа, у него не может быть силы. Я привела... Привела в пример Вангу, Матрону, ну, многих других известных, великих людей, у которых не было части тела, но они... Ну, они были очень сильные. Значит, что тут сказано мне? Тут сказано мне, что Ванге же глаза не удаляли. У Ванги-то глаза есть, поэтому Ванга их не потеряла, поэтому она сильная. А у меня удаляли глаз, поэтому я не могу быть сильная, потому что у меня нет какого-то органа. Значит, в 12 лет примерно в этом возрасте Вангу изнасиловали. Об этом не говорят. То есть, немножко поменяли биографию, чтобы ей не причинить боль. Насочинили, что ветер поднял, ее ударил, она упала, песок попал в глаза, и после этого, значит, и она перестала видеть. Это не так. Один из их ближайших односельчан или кто-то там, кто бы там ни был, когда она шла домой, у нее и до этого была эта сила, но когда она шла домой в 12 лет, он напал на нее, надругался, а потом, испугавшись, что она может узнать и указать на него, начала камнем бить по глазам ребенка, который лежал в обмороке. Он начал бить камнем и просто, можно сказать, там глазные яблоки все раздавил. И когда ее нашли, ее отвезли в больницу, и сказали, что там невозможно спасти, ее глазные яблоки удалили. Поэтому у нее там впадина в черепе. Почему там нету прямо, вот знаете, так больших дыр, хотя чем старше, тем больше оно было видно, потому что когда удаляют, там определенная медицинская там сшивается таким образом, сейчас скачивает гель. Тогда сшивали что-то внутри, ну вот как, например, там имплант ставят, что-то там ставят, знаете, сшивают. Я это знаю, потому что у моего деда брат потерял так глаз, ему вшили. У него вообще не снимается глазной протез, тогда не было такого. Ему вшили, вот внутри выпуклость, а сверху вот как глаз, типа глаза. Он не двигается, ничего, сразу видно, что у человека глаза нет. Но вшивали, чтобы глазные яблоки более-менее держались. Так вот, у Ванги нет глазных яблок, точно так же, как нет одного глазного яблока у меня. Нельзя было сохранить эти глазные яблоки. Они были разбитые внутри. Это была мертвая плоть. Мертвая плоть не сохраняется, мертвая плоть отсекается. Это все равно, как сохранить ногу с гангреной, понимаете? Она уже мертвая, она уже вроде есть, но это уже мертвая плоть. Там нету кровообращения, она не живой. И ей удалили. Вы плохо знаете историю, мадам. ей глазные яблоки удалили. У нее нет их, не существует. И даже если, по вашим словам, остались бы, это все равно, что их нет, и все равно, что их удалили. Они раздавлены были внутри, в черепе. Она очень долго лежала, она была при смерти, и вернулась в мир без глаз. Это первое. Матрона не родилась слепой. Говорят, что она видела, она немного видела. Потом со временем полностью зрение пропало. Но есть предположение, что один глаз у нее вообще отсутствовал, глазное яблоко, а второй видел немного. А второй есть. У него сильная асимметрия лица. Ее вначале не признавали, ее считали ведьмой. Ее пытались гнать, и за ней охотились, потом охотились и НКВДшники, и попы, и все. Вот после смерти, когда народ начал ходить, ходить на ее могилу, тогда смыкнули попы, что можно деньги заработать, ее канонизировали, и начали зарабатывать на ней хорошие бабки. Но изначально ее считали ведьмой или целительницей, но никак не святой. Так что этих людей не было, у одной ампутировали глаза, а другая такая родилась. Что значит, если нет какого-то части тела, то нет силы. Ну это такой идиотизм, честно, это просто идиотизм, тут даже комментировать нечего. Об этом уже сказано, объяснено, это дебилизм полный, это полный идиотизм. Нет совершенно здоровых ведьм, у них обязательно есть какой-то изъян, либо это видно, то есть это на виду, либо это внутри скрыто, но оно есть. Это такая некая метка. И у всех в своем возрасте это случилось. У Ванги в 12 лет случилось, у меня в 30 чем-то случилось. Вот и все. Так нас отметили. Мадам говорит, что вот если бы она ослепля то она бы усилилась, а я потеряв глаз наоборот потеряла всю силу. Ну что тебе пожелать, что ты ослепла, чтобы мы поняли, увидели ты реально усилилась или нет. Вот правда, вот сидишь, люди просто целыми часами сидят и говорят, говорят про этот глаз, глаз, он не дает им покоя этот глаз. Вот взять, пожелать, сказать, желаю тебе также потерять, но ты в отличие от меня ничего не получишь взамен, но просто потеряешь. Ну может почувствуешь тогда, что такое жить одним глазом. прям интересно. Вот смогла бы ты преодолеть этот стресс, эту боль, этот комплекс и жить нормальной жизнью. Я сомневаюсь. Этот глаз каждый день у них целые эти трехчасовые лекции про глаз, как глаз, что глаза нету, глаз есть нету, глаз есть, есть, нету, нету, есть. Не понимаю смысла этого всего, но я ответила. В мире очень много слепых людей, которые ничем не обладают. я когда носила протез глазной, потом перестала, потому что дискомфортно. Так вот, я когда носила, я ездила раз в несколько месяцев, нужно менять протез. Там первый день надо на примерку, потом еще раз, и каждый день там было полно народу, и все были новые люди. Я даже удивилась, что в России столько кассы одноглазых людей, но раньше не обращала на это внимания, а сейчас начала обращать. И что по-вашему, они все стали ясновидцей и ведьмы? Нет. Так что даже если ты ослепнешь, как ты говоришь, это не говорит о том, что у тебя сила откроется, ты просто будешь слепая, не более того. Это насколько надо быть тупицей, чтобы говорить о себе. Вот если я ослепну, у меня силы будет больше. Ну, ослепни, ладно, а мы посмотрим, сила стала больше или ни хрена не стала. Но ты для начала ослепни, а там поглядим, что там. Если уж так сильно хочешь. Настолько человек хочет быть мной, что даже готова ослепнуть, чтобы доказать, что она сильная. Ой, кошмар. Значит, потом данная женщина показывает на камеру свои большие глаза, что вот у меня, видишь, какие большие глаза. Вот у нее глаза есть, я завидую, понимаете? Ну, примитив, что сказать? Мозг подростка. Вот у меня огромные большие глаза, но я бы не сказала, что это большие глаза, это линзы. Китаянки тоже так линзами увеличивают глаза. Но даже если бы у тебя были большие глаза, у тебя очень маленький мозг при этом. Вот это трагедия, на самом деле. Лучше бы у тебя были маленькие глаза, но большой мозг. А вот природа дала наоборот. Видишь, как бывает. Значит, дальше дальше уже идет лирика полная. Вот она волосы крутит, и я тоже начала после этого крутить волосы. Знаете, всю жизнь крутила волосы, причем бигудями, которые остались еще мамины студенческие бигуди. Они один раз, я их забыла на газовой плите, они лопнули. Парафин изнутри вытек, и больше не смогла пользоваться. Это были самые лучшие вот эти советские бигуди, реально, сделанные на совесть, железные. У меня волосы волнистые, но они очень толстые, то есть это упругие волосы, и поэтому на них эти накрученные не остается, вообще не остается и следа. Но, есть одно но, в волосах есть белок. Под влиянием горячих вот этих паров этот белок принимает форму, она становится пышной. и я кручу волосы, через полчаса следа не осталось, но волосы становятся пышными, и прическа хорошо держится, то есть вот эта пышность волос держится долго именно из-за вот этого, из-за тепла, которое заставляет белок как оживиться в волосах. Я это делаю всю жизнь, и это делаю не только я, это делают многие женщины. Я не понимаю, почему я должна была посмотреть и делать так же. ну идиотизм. Дальше, значит, во всем копирую. Значит, Ванга. Я себя сравнила с Вангой, я не сравнила себя с Вангой. Ванга была великая, ясновидящая. У каждого свое. Я в своем поприще есть, она в своем поприще. Я ни с кем себя не сравниваю, нет одинаковых людей, ни в какой профессии. Причем здесь это? Просто это было, к слову, сказано, что если у человека нет глаз, значит, он ничего не может. И я сказала, как же Ванга тогда? Всемирно известная провицательница, забыли про нее? Вот к чему было сказано, не более того. Значит, если уж на то пошло, я себя с Вангой сравниваю, Ванга никого не оскорбляла. Что ты говоришь? Ванга не просто оскорбляла, она материла, плевала в лицо. Она могла выгнать, она могла послать на три буквы. Вот этот гробовой аферист, который там мертвецов воскрешал, еще что-то, он пришел к ней, она говорит, вот мальчик, что с мальчиком, скажи, если ты ясновидящий. Тот какую-то ерунду пробормотал, говорит, нет, это не так, а чем лечить? Зверобой надо что-то, с чем-то пить, нельзя зверобой, умрет, понимаешь, он умрет. И говорит, поедите там туда-то, туда-то, вот этот врач вас вылечит, и действительно так и случилось. Она их послала. Это Ванга никого не оскорбляла, не ругала. Вы не можете понять, что такие люди, как я, которые не сидят сутками и обсуждают кого-то от безделья, а просто натруженные люди, люди, которые пропускают через себя тысячи судеб. И к ним приходят не за хорошим, к ним приходят всегда, когда беда. Эти люди не могут быть мягкими, мягкохарактерными. Не могут. Они не имеют на это права. Их ненадолго хватит. Они должны быть жесткие и сильные, чтобы суметь помочь. Если врач сядет рядом с больным, будет рыдать, крошится на этому врачу. Врач должен быть сильный, железный человек, чтобы сесть, разрезать пополам сердце, зашить и спасти. Понимаете или нет? Поэтому жесткость моего характера это как бы сказать неотъемлемая часть моей профессии. Это нормально. Ванга порчи не делала. Откуда ты знаешь, делала она или нет? Она же тебе не показывала, она делала порчи или нет. Откуда ты знаешь, кого она наказала своим ремеслом, своим знанием? Это цинично, это вообще по-детски и очень наивно. Она не делала порчи. Любая ведьма делала порчи и будет делать. Каждая ведьма умеет защищаться, умеет наказывать грустно на ведьме, которая не сможет себя защитить. Дальше. Мои деньги исчезнут. Вот увидишь, придет время, все исчезнет, как их коробит. Вы заметили, как их коробит, как им плохо. Все время они... Вот мужик тот тебя бросит, и деньги твои исчезнут, и все подарки исчезнут. И ты увидишь, ты вот, что на обмане все это собираешь. А где я на обмане собираю? На каком обмане я собираю? Кто пришел, вам сказал, что я обманула? Есть такой человек? Покажите. Так вот, если доказательств нет, то это называется клевета. Тогда пасть нечего открывать. вот все деньги твои уйдут, увидишь. А у всех уйдут. Когда мы умрем, у нас все уйдет. Уйдет кому-нибудь, кому оставим. Или как получится в этом мире после нас, мы не знаем. Все уйдет когда-нибудь, куда-нибудь. Через сто лет, не знаю, может, будет здесь этот дом. может, не будет. И что с того? Главное, чтобы сейчас мы жили в достатке, в уважении, а потом оставили после себя свои работы, свои труды. А материально оно у всех уйдет, когда-нибудь исчезнет, вместе с нами уйдет или останется нашим детям. Повезет, если останется нашим детям, внукам, правнукам, так и будет у них в руках. И такое бывает династическое имущество сохраняют люди. Что за яд-то капает со всех сторон? Дальше уже словесный понос идет уже по-другому. Видимо, слова закончились, уже сказать нечего. И все узнают, кто я есть. Какие у меня были любовники, как я проституткой работала в Москве. Все мое прошлое, в каких притонах я работала, жила. Конечно, конечно, все же, сразу же видно по мне, что я проституткой работаю. Вот люди, которые по магии хотят, разоблачают по магии. Непременно, непременно, каждый день выхожу на трассу. С меня проститутка, как из свиньи балерина. Пардон. Обязательно сейчас чай попью, вон трасса как раз пять минут идти. Уже сигналят, уже меня ждут. Просто я даже сейчас быстро снять и туда. И последняя шедевр, шедевр, шедевральная, шикарная фраза, которая была напоследок сказана. Ну все, пока, пока, мои хорошие, я доказала, что она непризванная. ой, доказала так доказала, по-черному. Это так, ты доказала, что просто даже слов нету, чтобы описать наше восхищение. Королева восхищения. Это тоже, я себя королевой не называю, это так, для необразованных из кишлака. Специально скажу, что это Булгаков, значит, мастер и Маргарита. Это оттуда взятые фразы, если что. Ну, я надеюсь, ответила на ваши вопросы. Заодно и у людей появилась новая лекция благодаря вам. Так что, работайте, мои дорогие, работайте, работайте, не покладая рук во славу меня, снимайте, снимайте, а я буду снимать. И мы с людьми будем обсуждать, и это замечательная тема, которая очень пригодится для того, чтобы многие вопросы для себя прояснить. Очень многие пишут и благодарят, и реально очень им понравилась вот эта вот серия роликов. Там очень много можно узнать. Вы работаете, мне некогда сейчас все мои старые ролики поднимать, смотреть, а вам, у вас есть время, вы же должны на меня пахать. Так что, давайте, давайте, не останавливайтесь, ищите все мои ролики. Это замечательно, это прекрасно, это большая работа проделывается, а я как раз буду объяснять людям, и это очень пригодится в будущем, да и вообще пригодится, понимаете, это объяснение, это новые знания. Если люди чего-то не знали, как быть, вот сейчас узнали с этих роликов, продолжайте, продолжайте пахать мои хорошие кишлаки, а мы будем снимать хорошие лекции для хороших людей. Всем удачи! КОНЕЦ